Сложно ли мне было провести три недели без социальных сетей? Нет. Совершенно не сложно. Три недели без социальных сетей. Много это или мало? С 28-го дня ноября я не пользуюсь ни Фейсбуком, ни ВКонтакте, ни живым журналом, ни Инстаграмом, ни Твиттером, оставив за собою лишь право делать записи своих видеодневничков и выкладывать их на этот канал уютного ютубчика. Сложно ли мне было провести три недели без социальных сетей? Нет. Совершенно не сложно. Более того, с первого дня я не испытывал никакого желания и никакой потребности зайти туда, проверить, что-то почитать. Я уже говорил, что не понимаю стоны проводящих подобного рода эксперименты. Ах, как нам хочется это сделать. Мы, чтобы не было соблазнов, удаляем учетные записи в социальных сетях и вообще программы социальных сетей из своих телеофонов, планшетов и компьютеров. Ведь достаточно просто принять такое решение и выполнить его. Сейчас идет Филиппов пост, так называемый Рождественский пост, который продлится до 7 дня января следующего года включительно. И это время я в рамках поста проведу в отрыве от перечисленных чуть раньше социальных сетей. Привет! Это «Камчатка» с Александром Петровым. Сегодня очередной выпуск моего видеодневничка, в котором я рассказываю о себе, о книгах, показываю Петропавловск и начну я со старческого, тщеславного хвостовства. Заглянувши вчера в краевое отделение Союза журналистов и глядячи на камчатскую заснеженную природу в окно, у меня появилась вот такая рамочка. Чем и спешу похвастаться. Диплом Диплом награждается Александр Петров за вклад в летопись камчатской журналистики в 2019 году номинация «Золотое перо». Этот диплом наша организация Союза журналистов присвоила мне за книгу о рыболовецком колхозе, о которой я уже на своем канале рассказывал. Мелочь, а приятно. Откладываю в сторону деревянную рамочку. И переходим к любимым моим занятиям, к рассказу о книгах. Я уже не раз говорил, что быть культуртрейгером легко и приятно. Пока грязные вонючие пролетарии на заводах крутят гайки за масляными руками, или подметают улицы, или таскают что-нибудь тяжелое на рынках, или ремонтируют автоматические мобили, я сижу дома в уютном кресле и рассказываю о книгах, хороших и разных. И сегодня я расскажу об еще одной книге, имеющей отношение к Камчатке. Эта книга вышла в серии из фондов музея «Что подразумевает то, что…» Обратите внимание, сколько раз я произнес «что…» Что подразумевает то, что она выпущена в свет Камчатским краевым объединенным музеем «Тех сражений славою и теперь дышу». Эта книга составлена по материалам архивного фонда Василия Семеновича Акшинского, бывшего камчатского журналиста, сочинителя, чем известен Василий Акшинский на Камчатке. Тем, что он был первым редактором газеты «Камчатский комсомолец». Заметьте, комсомолец, не «Камчатский леднец». Тем, что он был редактором «Камчатской правды», тем, что он сочинял стихи о Камчатке, печатавшиеся в 30-х-40-х годах века минувшего, и, наконец, тем, что у него вышло два издания книги «Курильский десант». А вот эта вот книга содержит в себе, как я уже сказал, материалы архивного фонда Василия Семеновича Акшинского, то есть то, что родственники Акшинского передали на наш полуостров после его кончины. Главным трудом своей жизни Василий Акшинский считал книгу о Курильском десанте. Она впервые вышла, если я не ошибаюсь в... А вот в 84-м году сказано в аннотации, потом было издание в 90-е годы маленьким тиражом, но, тем не менее, после выхода первого издания Акшинский вёл активную переписку с тогда ещё многими живыми участниками Курильского десанта, людьми, которые имели косвенное отношение к этому десанту, в том числе занимались его обеспечением и подготовкой здесь. К сожалению, вторая книга у Василия Семёновича не появилась, но, тем не менее, материалы, которые включены в эту книгу, имеют несомненную историческую и краеведческую ценность. Здесь переписка Василия Семёновича Акшинского с участниками Курильского десанта, здесь ряд биографических официальных материалов об участниках Курильского десанта и текст нескольких малоизвестных газетных публикаций, имевших место не только на нашем полуострове, но и на Сахалине. Я думаю, что кто-то читал книгу Акшинского «Курильский десант». Увы, книга не лучшая. Да, она, несомненно, важна и ценна подбором материалов, структурированием их, сведением воедино, но, тем не менее, она написана унылым канцелярским языком. Увы, но система сломала и перемолола таланта Акшинского. Он действительно был хорошим журналистом в 30-х и в самом начале 40-х годов. Он был неплохим по местным меркам стихослагателем, но когда он начал делать карьеру по большевистской линии, когда закончил высшую партийную школу, когда поехал партийным секретарем в Китай, когда начал работать в идеологическом отделе Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, когда перешел в помощники к кровавому сталинскому маршалу Ворошилову. Весь талант, все устремления, все осознание того, что творчество должно иметь, кроме фактического наполнения, еще и художественную ценность сошли на нет. И Акшинский стал унылым большевистским пропагандоном, что не отменяет фактическую, историческую и кровеведческую ценность его изысканий. Так что книгу «Тех сражений славою и теперь дышу», составленную из материалов архивного фонда Василия Семеновича Акшинского, я рекомендую обязательно почитать тем, кому интересно история столицы Камчатского края в середине прошлого века. А теперь давайте полюбуемся этой самой столицей Камчатского края в конце декабря. Смотрите. Камчатского края Камчатского края Сегодня вы узнали о том, какой я тщеславный старикашка. Сегодня я рассказал вам о книге «Тех сражений славою и теперь дышу», составленной по материалам архивного фонда бывшего редактора Камчатской правды Василия Семеновича Акшинского. Сегодня я показал вам Петропавловск и поведал о том, как легко три недели я прожил без основных социальных сетей. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня что-то новенькое о Камчатке, обо мне любимом, обо мне любимом и смотреть на котов. Ежели не нравится, ежели вы Абрамы Родства Непомнящие, ставьте дизлайки, от меня не убудет. Пожалуйста, пишите свои комментарии под роликом, вот там вот внизу. Я несколько позже на них отвечу. Позже, это после окончания Филиппова поста. Сейчас я наложил на себя некие дисциплинирующие ограничения, в том числе минимизировал виртуальное общение. Задавайте вопросы, я постараюсь ответить на них. Можете попросить меня что-нибудь снять. Я тоже попробую, не обещаю, но попробую ваши просьбы выполнять. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам сразу не стало скучно, вы не захлопнули вкладку вашей бродилки и хотите возвращаться сюда снова, 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 снова и снова, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать в выпуске моего видеодневничка. Вот эта подсказка. Вот она, делайте то, что она вам велит. Сделали. Кнопочка подписаться. Из красной стала светло-серой. В ней появились два сакральных слова. Вы подписаны. Колокольчик вы тоже нажали. Ай, молодцы, аплодирую вам. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, как написал бы Василий Семенович Акшинской. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова